Мы постарались собрать, надеюсь, все, что вы тут услышали за два дня и еще услышите. Вам нравится, если не нравится, там в конце будет контактики, вы мне обязательно пишите, что вам не понравилось. И мы обязательно учтем это на будущее, даже несмотря на то, что наверняка будет опрос, который задаст вам все вопросы, типа, о чем вам понравилось, что не понравилось, там вода, кофе, раздатка, потерянные юбилейные бэджики и всякая прочая-то фигня. Все пишите, не стесняйтесь, это все читается, учитывается и на будущее конференция будет еще лучше. Теперь по сути, это мой доклад про всему свое время. Сейчас я расскажу про что работает. Это почему я перед вами тут стою, потому что я уже 15 лет всем этим айтишным изобразием занимаюсь. Прошел путь от инженера до начальника за достаточно долго. Поработал в определенном смысле известных компаниях в своих кругах. Это про банкиру. Надеюсь, вы про нас что-то слышали. Кто пользуется банковскими услугами, наверное, знаете, да, кто к банкиру? Окей, это хорошо. Цифры, я объясню, откуда они взялись и вообще зачем они здесь. Это никакой рекламы, это то, что у нас на самом деле есть. То есть трафик ни к чему, но тем не менее мы примерно полмиллиона человек в сутки обслуживаем. То есть это не число запросов, это число уникальных людей. Число запросов, естественно, больше. Оно там к 2 миллионам примерно, может быть, даже 3. А когда бывают чудеса с валютой или отзывают лицензию какого-нибудь клевого банка, у нас бывают и цифры, которые, в принципе, там зашкаливают. В 2014 году, когда Центробанк отпустил доллар, нагрузка на сервис курс валют выросла в один день 85 раз. То есть вчера у нас было 10 запросов, а потом было 850 запросов. Ну, в секунду, естественно. О чем я хотел вообще рассказать? Ну и поговорить на самом деле. Здесь рассказ такой больше не про рассказать, а больше про поговорить. Про то, как развиваются проекты в принципе. То есть про то, что, возможно, то, что вы считаете хайлотом, это вовсе не хайлота. И, ну, так, на скидку, кто считает, что его проект это хайлот? 1, 2, 3, 3, 4. Окей. Про хабр эффект наверняка все про это безобразие слышали. Что это такое? Про то, как со всем этим можно бороться методом в соло уния костылей, либо высокотехнологичных решений. И когда же все-таки наступает понимание, что нужно все бросить и начинать делать все-таки здорово, как делают взрослые ребята из крутых компаний. И, по большому счету, что делать со всем, что остается в процессе вот этого безобразия. Очень важно. Все, что я вам сейчас расскажу, перед тем, как вы потом будете где-то пробовать, сначала попробуйте у соседа, потому что то, что я расскажу, это мой опыт, естественно, и он вовсе не обязательно коррелирует с вашим опытом. Более того, какие-то вещи, которые я расскажу, их вообще, наверное, лучше не делать никогда. Но, тем не менее, все-таки хайлот или хайлот? То есть так ли ваш проект является нагруженным? Является ли он вообще таким? По вот этим вопросам, читать их не буду, можно понять, является ли ваш проект нагруженным или не является? Например, по количеству запросов, числу серверов, по числу записей в базе данных, можно понять, нагружен он или не нагружен? Кто сказал да? Почему? Потому что, правильный ответ. На самом деле, понять по вот этим конкретным вопросам достаточно сложно, потому что все зависит от того, то есть исследование должно быть комплексным. Если у вас, например, 100 тысяч серверов, которые обслуживают 100 тысяч запросов по одному на сервер, то, наверное, это все-таки не хайлот. А если у вас трейдинговая система, которая одним сервером обслуживает 100 тысяч запросов в секунду, ну, наверное, стоит задуматься. А вот по таким вопросам можно понять, хайлот или не хайлот? То есть, справляется ваши сервера с нагрузкой? Есть ли необходимость что-то с этим делать? Или, например, можно просто там вечный цикл убрать какой-то, и все в вашей жизни станет хорошо? Или вообще нужно уже все думать, например, там, как прикрутить тарантулу к тому месту, которое вы еще до этого ничего не прикручивали? Можно по таким вопросам понять? Но это уже, на самом деле, ближе к истине, потому что, в принципе, хайлот – это тогда, когда у вас что-то перестает справляться с теми задачами, которые у вас решаются. Если ваша маленькая VPS внезапно начала дохнуть, то вы, в принципе, уже приехали в хайлот. В хайлот для себя, потому что нет такого понимания, что, например, там 10 запросов в секунду – это не хайлот 100 запросов в секунду, это хайлот. Поэтому я дальше буду говорить про ситуацию, когда вы приезжаете со своим текущим решением в то состояние, в котором это решение начинает, ну, как минимум, деградировать, как максимум просто перестает работать. Одна из таких примеров, когда вам становится не очень хорошо, это хабр эффект. Наверняка вы все про него слышали. Кто не слышал, это когда у вас внезапно откуда-то появляется нагрузка. Причем степень внезапности, она действительно бывает иногда очень удивительная. В свое время, когда я работал в Касперском, кто-то повесил скриншот, нарисованный в Paintbrush, что главную страницу Касперского задефейсили, и там, значит, сейчас голая женщина. И, о чудо, трафик вырос в минуты просто там до каких-то космических высот, потому что всем известно, что этим человечеством движет, и в том числе и, значит, соответствующего типа картинки. Тем не менее, да, то есть реактивный рост. То есть это та ситуация, когда вы внезапно становитесь популярными, когда внезапно что-то происходит, и на ваш ресурс, приложение, неважно что, приезжает какая-то дополнительная нагрузка. Это может быть процесс, который вы можете предугадать. То есть, например, когда ваши рекламщики берут и делают рассылку какую-то очень крутую о том, что у вас произошло чудо, и у вашего, не знаю, там, интернет-магазина скидка 90% на iPhone 6. Условно. То есть дальше это все попадает в какую-нибудь соцсеточку, типа ВКонтактика, там народ начинает бешено репостить, и, соответственно, процесс начинается лавинообразный. Халява тоже движет людьми, поэтому к вам приходит очень много людей. Они приходят, первые 10 человек заваливают ваши решения, остальные 100 человек матерят вас, проклинают и больше никогда не приходят. Тем не менее, факт есть факт. А есть случайный, когда, например, ваш коллега или еще кто-то написал какую-то удачную статью на Хабре, ее так удачно засосало в индекс. Ну, в общем, откуда-то взялись люди. И поиски конкурентов, ну, на самом деле, это DDoS банальный. То есть вы можете попасть в ситуацию, что это не хаброэффект, а DDoS. Про DDoS, по-моему, если уже не рассказывали, то будут рассказывать. Поэтому, тем не менее, является ли это поводом для того, чтобы принимать решение, что вы, наконец-то, стали Highload? На самом деле, нифига. Потому что хаброэффект у вас через 20 минут закончится, вы отлегло. И в это отлегло вы, как говорится, свято можете верить дальше, потому что, скорее всего, так не произойдет. Я почему говорю, что в 2014 году, который я уже упоминал, нас колбасило 3 дня. То есть 3 дня люди интересовались курсами валют. Потому что, ну, сами помните, там доллар был 30 или сколько там, 40, а потом стал 90, и в какой-то момент больше 100. Вот нас 3 дня поколбасило, а потом отпустило. Было ли это для нас признаком того, что что-то произошло? Да, было. На самом деле, все вот эти вот моменты, когда ваша нагрузка начинает расти вот так вот реактивно, это классный способ провести бесплатно нагрузочное тестирование, которое наверняка в обычной жизни, хрен вы, простите, проведете при таких вот особенно параметрах. Ну, например, наша тестовая инфраструктура, она не может и мечтать о том, чтобы, например, сгенерировать то число запросов, которые сгенерировали люди, которые пытались тогда найти выгодный вклад или еще что-то, чтобы побыстрее спрятать свои деньги. То есть это повод для того, чтобы потом, когда вас отпустят, а вас наверняка отпустят, ну, если не отпустил, то это уже не про этот доклад. Будем смотреть случай, что вас все-таки отпустило. Это отличный повод для того, чтобы провести ревью своей инфраструктуры и понять, какое место вас дало слабину. То есть вы не можете умереть сразу везде. Что-то все-таки сдохнет в первую очередь, и паровозом за собой потянет все остальное. То есть либо это будет база, либо это будет фронт, либо это будет приложение. Как это все исследовать, будет рассказ попозже, в самом конце дня. Поэтому это хабр-эффект, это повод для того, чтобы просто подумать. Во-первых, понять, откуда он все-таки взялся. На тот случай, что если, например, ваши маркетологи чудесным образом забыли вас предупредить о рекламной кампании, то лучше бы их попросить больше так не делать. Ну, потому что они потратили деньги впустую, вы все равно никому ничего не отвечали. Тем не менее, да, находится слабое звено, с которым, в принципе, можно продолжить дальше работать. Что сломалось первым, первое, что приходит в голову, да, понять, а что же все-таки отвалилось. Почему произошел рост, есть ли шансы, что это повторится, это очень важно. Потому что если вы все-таки выходите на некий там уровень следующий, то, естественно, это нужно понимать. То есть, опять же, как это понять, об этом чуть попозже, но тем не менее. Вот вы поняли, что это система, тогда это уже повод для того, чтобы задуматься. До того, ну, это больше для вашей информации. Ну, и, естественно, в ситуации, когда вы валяетесь, как дохлая рыба на солнце, неплохо бы что-то все-таки попробовать предпринять, для того, чтобы людям стало получше, они начали вас каким-то образом слышать, видеть и так далее. Для этого есть костыли. Костыли – это не способ передвижения, это способ, ну, по сути, способ заставить ваше решение работать. Есть два варианта костыли. Первый костыль обычный, по-быренькому, второй высокотехнологичный костыль. Чаще всего это одно и то же. И многие, когда решают свои задачи, они очень стесняются говорить, что они вставили костыль. Вот, почему-то считается, что это плохо. На самом деле это нифига не плохо, я вам честно скажу, это даже хорошо. Вы быстро, вы быстро можете решить задачу. То есть, да, это будет у вас не всегда просто, да, у вас это будет не всегда ловко, очевидно. Более того, скорее всего, то, что вы там сделаете, вы там на следующий день посмотрите на это решение, вы прозреете и пообещаете себе больше никогда так не делать. Но, тем не менее, по факту вы решаете задачу. Вы находите слабое место, это слабое место убирается, и люди, которые ваши клиенты, они начинают получать. Пусть не все, но их будет больше, да, соответственно, чаще всего, естественно, эти костыли вставляются там очень неловко. Ну, давайте так, чтобы было понятно. Если у вас есть процесс, когда вы код выливаете на продакшн, то в случае, когда вам становится плохо, можно сделать наоборот. Ну, например, можно что-то поправить на реальных серверах, увидеть, что все это работает, и потом уже запихнуть. Так иногда делали даже мы, и вы ничего, справлялись. И самое главное, помнить при этом, что вы теперь стали должны. Должны самим себе, естественно, должны системе, должны людям, всем должны, там, ну, в общем, по большому счету, по кругу всем. Если же технологическое решение, то есть, что я подразумеваю, когда сейчас буду здесь и дальше говорить про технологическое решение, это когда то, что вы делаете, вы делаете, по сути, ну, более осознанно, что ли, да. То есть, это некое проектирование, это понимание, осознание, прикидки на будущее, как это все будет работать или не будет работать. То есть, это, грубо говоря, тот же самый костыль, только вставленный по науке. То есть, по процессам, вы заложили задачку, задачка попала в планирование, вы это запланировали, сделали, оценили и так далее. Чаще всего это будет сделано хорошо, здорово, аккуратно, но в ситуации, когда вас накрыло, вы с этим ничего сделали, ну, у вас просто на это нет времени. Ну, бывает так, конечно, ситуации, что, например, для примера, в свое время, когда тоже приплохело, вкрутили варниш по-быренькому на продакшн, и, в принципе, там его потом и оставили, только донастроили, потому что в моменте, когда его прикрутили просто так, он работал не очень хорошо. В частности, он там кэшировать начинал города, из которых идут люди, баннеры, которые люди видят, какие-то там личные сообщения, а в конечном итоге он закэшировал 404 ошибку чью-то и всем дружно раздавал 404 ошибку, минут 5, наверное. Но, быренько, опять же, поняли, что что-то здесь не то. Но, тем не менее, да, вот, пожалуйста, потом мы это все довели до ума, соответственно, деконфигурировали и так далее. Собственно, вот он, один из алгоритмов. Очень важный пункт третий, он такой часто распространенный, особенно в небольших компаниях, когда есть такой шеф-driven development. То есть, когда прибегает шеф и говорит, мне тут сказали, что вот так вот надо сделать. И, соответственно, первое, что приходит в голову, ну, это шеф, елки-палки, нельзя же обидеть человека. Вот тогда рождаются костыли даже не технологически, а просто лишь бы вот он пропал с глаз, да, и потом уже как-нибудь вечерком там доделаем. То есть, вот алгоритм, на самом деле, алгоритм классный, но он не работает, потому что в итоге вы, получается, должны еще и шефу к вопросу о долгах и костылях. То есть, ну, сами понимаете, да, он вам должен денег, а теперь вы ему должны, то есть, нехорошо. Когда же все-таки имеет смысл начинать что-то делать для того, чтобы, ну, вот таких ситуаций избегать? То есть, есть ли какой-то алгоритм, есть ли точка невозврата, когда вот вы понимаете, что все, да, вот уже, не знаю, там, очередь, которую мы написали сами себе, или там база данных, которую мы используем, или дисковая подсистема, SSD, не SSD, каналы, что угодно. Ну, в общем, когда пришло время для того, чтобы все-таки взяться за ум, перестать, как бы считать, что у тебя штанишки, да, вспомни про то, что у тебя полна, полна система костылей, что с этим будем делать? Единственный способ поискать – это мониторинг, да, то есть, как понять? Понять, на самом деле, будет сложно, я сейчас дальше покажу, почему, но по факту, если у вас нет мониторинга, если у вас есть только, грубо говоря, там, вопли из соседней комнаты, то вряд ли вы по таким, таким критериям поймете. Ну, опять же, кто вопит, да, то есть, если вопит тот парень из третьего пункта, то, скорее всего, пора. До тех пор, пока вы не понимаете, что с вашей системой происходит, шансов понять, что ей становится хуже, их на самом деле нет. И анализируйте эти результаты, потому что, в принципе, в некоторых случаях достаточно будет той же самой пресловутой Google аналитики, которая ловко рисует вам тренды, вот эти все красивые, я сейчас покажу, как это не работает, но, тем не менее, по факту, хоть какие-то цифры, они позволяют вам начать понимать, что время идет. То есть, естественно, у любой технологии свой запас прочности, который в разных случаях по-разному там выясняется, чаще всего он выясняется путем падения, вот, либо вы начинаете делать что-то заранее. Вот по поводу заранее, к вопросу о прогнозировании, то есть, чисто теоретически, да, можно было бы, если бы вот так был устроен мир, не было бы проблем вообще. То есть, у вас есть 10% CPU, там, ну, CPU здесь для примера, который генерирует 10 пользователей, 20 пользователей, 20, 30, 30 и так далее, там, не знаю, до, там, тысячи, условно, если у вас 10 ядерник. На самом деле, так почти никогда не бывает. То есть, наверное, бывает, но я не встречал. Чаще бывает вот так. Когда у вас 100 пользователей, это 10% CPU, а 200 пользователей, это у вас уже вы пипец приплыли. Вот, бывает так, что и 200 пользователей, это ничего, но при этом вы садитесь в другом месте. Поэтому есть, условно говоря, там, 4, там, 5 точек в вашей системе, которые мониторить нужно всегда. Про мониторинги тоже наверняка вам тут уже рассказали. То есть, это CPU, память, канал, диск и, собственно, количество запросов в базе данных, потому что база данных тоже не резиновая. Если вы умудрились на приложении сделать количество подключений больше, чем возможно в базе данных, вас это не коснется ровно до тех пор, пока люди, которые пришли, их не отожрут. Ну, бывает, да, то есть ошибка конфигурации. Самая распространенная причина того, что что-то идет не так, это чаще всего ошибка конфигурации. То есть, берут, например, постгресс из коробки, ставят его, он работает. На тестовой машине работает, на пяти пользователях работает, на десяти работает, на двадцати не работает. Соответственно, такая же петрушка происходит практически совсем. То есть, если вы запрограммировали свое решение, и оно у вас шикарно работает, вообще не обязательно, что оно будет работать дальше. Поэтому единственный способ здесь что-то сделать, это проводить периодические исследования, проводить периодические срезы вот этих вот пороговых значений, когда, ну, то есть, грубо говоря, поймать момент, когда ваша подаваемая нагрузка, она начинает изменять кривую какую-нибудь. То есть, у вас есть, например, нагрузка, да, там, на ЦПУ, вот она почти линейная. Вы начинаете подавать, она начинает чуть-чуть отклоняться. В какой-то момент она отклонится вот так вот, или не отклонится. Но при этом она отклонится в другом месте. Поэтому там, если взять какой-нибудь, не знаю, Zabbix, там можно на один экран вывести пять этих самых мониторчиков, на котором видно каждый из каждого, лучше их вводить вот в столбик. Почему в столбик? Потому что у вас четко будет видно, что происходит со всеми параметрами при росте так или иначе нагрузки. Делается это все, опять же, очень просто. Мышкой, клац-клац, в Zabbix там никаких проблем. Поэтому, если у вас этого еще нет, мой совет, прикрутите. И вот у нас такие телеки висят по пути в уборную. Это то место, мимо которого проходит каждый инженер в течение дня. И там не по одному разу он приходит мимо него на работу и уходит на него с работы. Так уж сложилось, что путь он вот так вот проложен. И проходя мимо, он смотрит. Там висят эти графики в столбик, там три мониторчика, и прямо видно четко. То есть там даже плазму не надо. В итоге, если у вас возникает хоть какое-то малейшее опасение, что что-то пойдет не так при следующем росте нагрузки, вы обратите на это внимание тех людей, которые с этим могут вам помочь. Либо это тестеры, если у вас есть такие люди, либо возьмите G-метр самый примитивный, напишите на нем две строчки, опять же мышкой напишите на нем две строчки кода, и он вам покажет, что будет дальше. То есть в ситуации, когда у вас пошло отклонение, если оно видно, что оно идет, идет и не падает, то есть это не какое-то там а-ля вы сегодня неудачно закоммитили. Это тоже причина многих аброэффектов. Вы что-то там напрограммировали такое, что все, что работало, вдруг перестало работать. Зато это классная отмазка. Когда приходят, потом говорят, что мы валяемся, ну это пользователи пришли, смотри, их там много, сам быстро-быстро исправляешь. Ну потому что люди с улицы, ну с улиц, я имею в виду, не из технического подразделения, откуда не знают, что там случилось. Они вам типа первый раз поверят. Можно поискать закономерности в поведении? Конечно можно, но каждая закономерность, она очень условная. Либо вам нужно реально в это вот врубаться прям конкретно, тратить уйму времени, понимать, как ведет ваше железо. И потом вы внезапно поймете, что железо у вас уже другое. Если у вас, например, ВПС какой-нибудь, да, то, что, не знаю, Хецнер слышали, да, про такого провайдера немецкого? Слышали? А слышали, из чего сделаны у него его дата-центры? Из десктопов, из всяких там БУ-серверов, ну короче, из кучи всякой непонятной фигни. И в какой момент времени ваше решение работает на каком железе, вы не узнаете никогда. Потому что иногда складывается впечатление, что даже они не знают, где и в какой момент у них что работает. Но тем не менее, по факту, все вот эти вот исследования, которые, они на самом деле крайне примерные. И когда вы увидите, что у вас что-то шатануло, лучше все-таки протыкать это дальше поисследовать. Потому что реально даже вот на наших нагрузках, когда у нас там 400-500 запросов в секунду приходят в приложение, мы можем себе позволить, не сильно напрягаясь, дать туда тысячу. Тысяча – это в два раза. В два раза это, в принципе, достаточно приличный запас для того, чтобы понять, что реально произошло. Есть еще такая штука, как профиль нагрузки. Наверняка все про него слышали. Слышали, да, про профиль нагрузки? Тогда расскажу, что это такое. Это вот такая вот штука. Это когда в течение суток у вас меняется число запросов. Если вы не какая-нибудь там система мониторинга, которая получает регулярно, то, скорее всего, профиль ваш выглядит примерно вот так. Ну, в зависимости от ресурса, вот эти столбики могут вот ездить. То есть кто-то утром читает новости, кто-то вечером там смотрит новости. Но в целом вот та картина, которую, скорее всего, на вашем портале, или, ну, там, не знаю, не портале, на сайте, давай называем, скорее всего, увидит что-то такое. Цифры вот эти из головы, естественно, взял, конечно. Вот такая штука. Что она говорит? Она говорит о том, что у вас есть там тысяча запросов в секунду, есть 10 тысяч запросов в секунду. Поэтому следить за вот этой штукой очень важно. Почему за ней нужно следить? Вам нужно видеть тренды. То есть, ну, тренды классно видит Google Аналитика, например, когда вы можете вывести сравнение двух периодов, например, за этот месяц и за прошлый месяц, поднимать тем же показателем, например, по числу пользователей. Если у вас их там не очень много, то вам эта информация ничего не даст. А если у вас их реально там приличное количество, то на глаз не видно, а вот такая штука покажет. И есть, по этой штуке можно поискать, конечно, попробовать, но есть такая любовь у человечества к среднему. Все любят среднее. То есть, грубо говоря, все говорят, да, сколько у тебя пользуется? Ну, в среднем там 500-600. Ну, обычно, да, так примерно звучит. Как это выглядит на самом деле? А вот так. То есть, в среднем у вас 4 с копейками. Можно сказать, что наша система в среднем принимает 4,5 тысячи человеков в час, условно. Но при этом 10 тысяч, которые произойдут у вас, они на самом деле произойдут. Поэтому, когда всякие применяются системы мониторинга, сбора анализов и так далее, нужно очень аккуратно подходить к вопросу выбора вот этой самой метрики, про которую вы собираетесь мерить. Средняя – это очень паленая метрика, честно вам скажу. Она реально подходит для, ну, по опыту, она реально подходит для ловли трендов. То есть, по среднему можно ловить тренд. То есть, если средняя начинает отклоняться в какую-то сторону, вверх-вниз, тогда у вас стопудов внутри где-то что-то изменилось. То есть, это повод для того, чтобы полезть уже внутрь, более изучать детально, возвращаться к полноценному графику и так далее. Мы такой график используем для числа, ой, для времени отклика. То есть, берем время отклика. Что такое время отклика? Это человек пришел, что-то там получил и ушел. Мы его используем исключительно для того, чтобы ловить тренды. Потому что у нас есть страницы, например, которые отвечают за полторы секунды, а есть страницы, которые отвечают за полсекунды. В среднем они отвечают за секунду. Соответственно, если мы берем страницу, которая отвечает 50 миллисекунд, и страница, которая отвечает 2 секунды, то в среднем они отвечают за секунду. Опять же, потому что там плюс-минус погрешит. То есть, медленно. А на самом деле медленно отвечает только одна из них. А вторая отвечает очень быстро. И, в принципе, трогать ее и не нужно. Потому что известный программистский паттерн, как в анекдоте про солнышко. Что если ты видел, что что-то солнце взросло на востоке, а зашло на западе, не трогай его, пусть оно так дальше и работает. Тем не менее, к чему я все это рассказываю? Я рассказываю про это все к тому, что не имея вот этой всей информации, не имея аналитики, пусть даже примитивной по поводу того, что у вас и как работает, вы, скорее всего, конечно, угадаете с оптимизацией. То есть, вы поймете, что да, система начала отклоняться, надо с ней что-то сделать. На самом деле, в большем числе случаев вы промажете и оптимизируете. Не то, что у вас реально плохо работает, а то, что вам хочется оптимизировать. Опять же, возвращаясь к свойству программиста. Программист любит делать интересные задачи, а неинтересные задачи он не любит делать. Поэтому, скорее всего, когда у вас что-то начнет работать не так, вы обязательно начнете что-то делать интересное, но при этом забудете про то, что, например, нужно вычистить логи на Nginx, что они уже под терабайты, бедная ваша машина просто уже не может их читать. Ну и все такое прочее. Про это я чуть попозже расскажу, но вместо того, чтобы заниматься предъявлением автоматизации заранее, лучше потратить время на ту самую автоматизацию, о которой я говорил, то есть про поиски, про мониторинги и про работу с техдолгом. Техдолг – это выковыривание тех самых костылей, которых мы с вами напихали, когда нам стало плохо от хаброэффекта. Ну, напихали, я не знаю. Я не встречал еще людей, которые не впихивают какие-то костыли в свое решение. Даже крутые парни, там, не знаю, Баду, Яндекс, они даже про это рассказывают на конференциях. Можно посмотреть записи предыдущих хайлодов, они, ну, они честно признаются. Да, это костыль. И что, ну, я тоже говорю, да, это костыль. У меня вот есть битрикс, который не очень хорошо работает. Я умею делать его быстро работающим путем, впихиваю в него не совсем правильных решений. Что, простите? Ну, можно назвать это как угодно, можно назвать это, не знаю, капустой, солнышком, да, но суть все равно. Суть в том, что это некое решение, которое спасает в данной ситуации, но потом им нужно заниматься дальше. По поводу того, что я говорил, что у вас не все сразу сломается. Обязательно где-то что-то отвалится в первую очередь, где-то что-то отвалится во вторую очередь. Поэтому есть такая штука, я ее обозвал компонентной оптимизацией. То есть вам ни к чему прокачивать целую систему. Целая система, она вам не простит это, если вы будете прокачивать ее целиком. Во-первых, вы потратите на эту уйму времени, прям вот уйму, ну, потому что она у вас большая. И, скорее всего, любое изменение, оно влечет за собой потенциальные ошибки. Поэтому чем больше вы меняете что-то, особенно в конфигурации, тем больше сансов, что что-то у вас пойдет не так. Более того, современные средства, там, СУБД, операционные системы и прочее, они очень чутко относятся к изменениям своих собственных конфигураций. Поэтому, например, у вас там значение параметра в единичку выставлено, это хорошо, а в 1.1 это уже не хорошо. Потому что для 1.1 нужно подкручить еще 34 параметра, которые там где-то припрятались. Про это очень классно рассказывает Илья Космодемьянский. Найдите его видосы в интернете про оптимизацию вот таких вот штук. Тем не менее, нашли узкие места, вообще возможно ли это все улучшить? Потому что, в принципе, как я уже сказал, любой системы есть ограничения по своим возможностям. Если ваша СУБД не может делать 100 тысяч одновременно селектов, то она и не сможет, хоть вы ее там, что вы с ней только не делаете. Скорее всего, пришло время выбирать какое-то другое решение, популярное сейчас в разговорах тот же самый Тарантул. Он не решит все ваши вопросы в MySQL, он не решит вопросы даже Postgres и Percon, любое другое слово подставьте. Он решит ваши какие-то другие вопросы, которые вам нужно конкретный момент решать. Деньги и время. Вряд ли кто-то из вас, хотя нет, можно даже спросить. Есть кто-нибудь, кто в государственных компаниях работает? Во, один, два. Это те компании, в которых вопрос денег стоит остро, но не так остро, как в других компаниях. Я сам работал в государственном предприятии, я знаю, какие там объемы, я знаю, как у них отбирают бюджет и дают их назад, но тем не менее, это не так критично, как, например, у нас. То есть мы не можем себе позволить взять моих 30 инженеров и заставить их заниматься оптимизацией. Они, конечно, заоптимизируют, и все это будет работать адско быстро, ловко и классно, но время, которое мы потратим на это, оно, по сути, как говорится, неполученная прибыль, это убыток. То есть за это время мы не сделаем что-то нового клевого, и компания будет не рада. Плюс еще есть шеф, тот самый, у которого всегда есть дедлайн. Например, классическая ситуация, которая очень часто встречается, это рекламные контракты на телеке. Если ваша компания умудрилась потратить кучу денег на рекламу на телеке, телеку вообще пофигу на то, что готовы или не готовы. В назначенный день и час на назначенном канале появится ваш ролик, в котором будет ваша ссылка, и, скорее всего, к вам придут люди. Неинтересно, вы даже не знаете, сколько придет людей. Более того, телек сам не знает, сколько придет людей. Никто не знает, сколько придет людей. Казалось бы, ситуация вроде бы патовая, но вроде как все хана. Одеваем шлем, прячемся и ждем, пока прилетит. Тем не менее, есть замечательный костыль, дроптехнологическое решение, которое называется лендинг пейдж. Что делает лендинг пейдж? Вы берете статическую HTML, на котором ваш дизайнер рисует красивую картинку, и вы всех NGINX на нее приземляете. NGINX раздает эту картинку со скоростью 80 тысяч запросов в секунду, не обламываясь даже с самого маленького, сотового телефона, наверное, он сможет современному раздать с такой производительностью. И тем не менее, 80 тысяч человек в секунду смотрят вашу картинку, при этом ваш портал знать не знает, что к нему кто-то пришел, потому что они до него еще не дошли. И дальше воронка. Традиционный маркетинг, вот эта воронка продаж. С каждым следующим шагом, с каждым следующим скроллом, количество людей, которые доехало до низа, где кнопка «Войти», ну или там «Купить» или еще что-то, оно уменьшается. Костыль, костыль. Решение, почему нет? Вы, по сути, ничего не делая, используя ту же самую инфраструктуру, взяли и спасли себя, собственно говоря, от смерти. Потому что если к вам придет 80 тысяч запросов в секунду в приложение, оно вообще не обрадуется, я вас уверяю. Кэширование. В таких ситуациях тоже, наверное, можно было бы рассмотреть как решение, но тогда вам нужно, чтобы у вас было очень много памяти. Ну, либо очень быстрые диски. Способ легкий, да, что с этим делать? То есть лендинг пейджем понятно, с ним все просто, с ним все понятно. А список Бунина, я не знаю, Олега Бунина, наверное, слышали про этого персонажа, у него есть список. Список выглядит вот так. Это не все, там еще 100-500 пунктов, это паттерны разработки высоконагруженных систем. Чтобы вам было проще, вот так, я сейчас верну. На самом деле, вот, давайте верну. Чтобы не заморачиваться с фотографированием этого безобразия, рекомендую поискать просто в Ютубе в каком-нибудь Олег Бунина разработку высоконагруженных систем. Там он про это все рассказывает, про каждый пункт их у него в рассказе 20. На самом деле их не 20. Но, тем не менее, чаще всего это вот. То есть человек, который впервые на это смотрит, говорит, ё-моё, объясняю почему, ё-моё. Вот почему. Потому что часть из этих замечательных пунктов, про которые Олег рассказывает, вам не пригодятся, скорее всего, никогда. Потому что есть вещи, ну, давайте так, будем честными. Не все мы с вами будем работать в каких-нибудь мегапроектах, типа там, не знаю, Баду. Скорее всего, конечно, будем, потому что у них спрос на людей большой. Но, тем не менее, например, в банках РУ добрые половины из вот этого всего безобразия, оно не нужно. И не будет нужно никогда. Потому что количество вкладчиков в этой стране, оно не может вырасти реактивно, потому что люди реактивно не рождаются. Соответственно, количество запросов, которые у нас будет, оно, скорее всего, будет всегда одинаковое. Ну, там оно, сезонность и все такое. Но, на самом деле, если не быть таким категоричным, вот я почему сказал про проект. В проекте, скорее всего, вам не нужно это все. Поэтому, когда инженер, которому всегда делать то, что ему интересно, он берет этот списочек, да, у него сайт начинает тормозить, он берет списочек и говорит, ага, шардирование. Пойду, почитаю. Такой, почитал, посмотрел. Давай, говорит, я своих пользователей поделю, например, по букве А и там ЙО, неважно, да. При этом, несмотря на то, что у него всего 800 тысяч пользователей, по большому счету, одноядерный слабенький сервачок с любой базы данных, он может сделать селект по айдишничку и вернуть ему данные по этому пользователю, он начинает их шардировать, он начинает с ними делать всякие штуки, соответственно, реплицировать, бэкопировать, значит, делать резервные решения. Ну, короче, развлекается, как хочет. У меня для этих целей выделен специальный человек, которого работа развлекаться, как хочет, он просто целыми днями развлекается, ищет, соответственно, узкие места, слабые и так далее. Но, тем не менее, часть из вот этого списка, я почему вас к нему отправляю, там есть часть вещей, которые можно сделать вообще не имея никакой квалификации. То есть, быстренько сгуглить в Nginx, как раздать статику, как ее зипануть, как сделать, например, там, увеличить размер буфера при сортировке в Postgres или там, например, как какой-нибудь slow-lock настроить в MySQL, вы найдете очень быстро. Это вообще не нужно быть даже DBA там никаким, не надо. Вы просто пришли, просто со своей маленькой задачей, у меня тупит запрос. И вам Google быстро рассказал, почему он тупит. Ну, скорее всего, потому что, ну, сначала Google расскажет, что вы тупите, да, а не ваш запрос. Ну, потому что он всегда так делает. Вот. Тем не менее, откуда вообще все берутся проблемы, потому что нет стандарта на разработку. Не ищите его, его нет. Нет стандарта, который говорит разработка высоконагруженных систем, версия первая, там, от 2016 года, там, не знаю, Сколково. Я думаю, конечно, мы когда-нибудь до этого доживем, но тогда я уйду из индустрии, честно. Вот, когда появятся такие документы, парни инновационные, они сейчас тут это смогут, в принципе. А не все нужно здесь и сейчас, то, про что я говорил. Вот шардирование классная штука, она очень круто работает. Например, бодушники без нее давно бы сдохли. И, например, Яндекс бы тоже от нее бы сдох. И вообще, в принципе, все крупные порталы, они используют из списка Бунина все пункты, которые там есть, и еще кучу пунктов, которых там нет. Потому что есть там всякие ноу-хау и так далее. А тот самый костыль, да, простое решение, самое эффективное. То есть, грубо говоря, вставление какой-то примитивной, там конструкции в код. Для примера, можно взять какой-нибудь, ну, давайте возьму какой-нибудь форум, неважно, на какой платформе, чаще всего внизу у него есть список активных пользователей, вот это, кто смотрит там, кто в данный момент смотрит этот пост. Этот списочек в классической версии форума, любого движка, он каждому пользователю генерируется. То есть, вот вы пришли на страничку, вам этот select звездочка from, там какая-то табличка, бац, появилась вот эта вот штука. Естественно, когда у вас приходит 200 тысяч пользователей, 200 тысяч раз база делает вот эту операцию. Так ли важно, что через секунду или через 2 секунды, даже если кто-то появится в этом тредике, вы от того, что он там появился, вам по большому счету ни тепло, ни холодно. Поэтому такие конструкции можно, например, складывать в кэш. Или, например, складывать в отдельные структуры и прогревать их, например, кроном. Но про это будет доклад потом. Почему я вспоминаю бадушников? Реально крутые чуваки. Они очень много сил вкладывают в развитие, но это, знаете, такой некий Тёма Лебедев от веб-разработки. То есть, это долго, дорого, и вот еще там одно слово. То есть, за дорого не возьмусь, за долго, скорее всего, нет. Но последнее слово стопудов про них, потому что все их решения чаще всего потом обретают некую такую индустриальную обертку, чем они кладут большую свинью. Половине человечества, потому что люди берут эти решения и начинают их использовать. Что такое использование любого решения? Это вот хайп. Слышали, что такое хайп? Это когда вам что-то начинает активно впаривать. То есть, это такая активная реклама. Хайп — это войти, это вообще страшнее, наверное, не выдумать. Если у вас нет специально обученного парня, который занимается исследованиями, тем не менее, про хайп. Это модные тенденции, модные фишки, модные фреймворки, не побоюсь этого слова, модные языки, модные решения. В общем, все, что, как говорится, на гребне волны. То есть, то, что только-только появилось, это появляется в интернетах со словами «Обалдеть, парни, если у вас того нет, вы просто вот прям…» Не надо вам вообще больше в интернете сидеть, уходите, вы никто. Это классно и интересно. Это вообще офигенно интересно. Мы всегда с удовольствием следим. Особенно эта штука, вот последнее время, я не знаю, могу ошибаться, но мне кажется, что это вот про JavaScript фреймворки. Мне кажется, что они рождаются со скоростью один фреймворк в час, но вот по последним моим наблюдениям, потому что иногда это просто… И умирают с такой же скоростью. То есть, вот вроде было, потом бац и нет. Это полезно, но всегда есть риски. Риски – это вот то, про что забывают люди. То есть, находится инженер, который классно все это подхватывает, который суперспециалист. То есть, он берет yokulamane.js фреймворк, который что-то делает, какие-то селекторы модные или еще что-то, и вам это по-быренькому вкручивает, а потом увольняется нафиг. Ну, ему надоело. Вы ему отругали за этот фреймворк, я хочу еще больше фреймворков. А должность исследователя у вас занята тем парнем, который то же самое делает с бэкэндом. Ну, по-другому никак, к сожалению, потому что технологий много. Это объемы документации бешеные. Проект реально может закрыться. Просто взять и все, человек приходит и говорит, да ну у вас. Помните, история была где-то месяц назад или два, когда один из джаваскриптологов таких крутых взял и отозвал из НПМ, если я не путаю, отозвал свой кусочек кода. И что произошло? Произошел ахтунг. Все такие, ё-моё, развалилось. Если бы чуваки это предусмотрели заранее, как мы это сделали, минутка саморекламы, мы себе поставили кэширующие сервера, и у нас все пакетики, перед тем, как попасть на продакшн, они сначала оседают на нашем кэширующем серваке, решение вагон для этого, и пакеты операционной системы, и джаваскрипт фреймворки. В общем, все, что мы тащим с улицы, мы тащим на самом деле не с улицы, а с некой промежуточной коробки, которая все это хранит. И даже если на улице кто-то что-то убил, или, например, изменил URL, классная фишка изменить URL у пакета. А у вас он, например, захардкожен где-нибудь в вашем замечательном композере, у вас захардкожен URL, и ой-ой-ой, не собралось. А у вас это на продакшне работает. И там, ой, и у вас такая картинка классная, вы все ее видели, когда стили не загружаются, например. Чаще всего это классно. Мы этот вопрос решили вот так. То есть мы не стали заморачиваться там, новый, не новый, старый, не старый. У нас есть место, которое всегда хранит те версии, которые мы используем. И даже если весь интернет умрет, то у меня с локалочки это все дело подтянется, и все будет работать. Это актуально стало… Мы на самом деле начали этим заниматься не потому, что у нас проблемы были конкретный пакет, а потому что Роскомнадзор заблокировал GitHub, зараза такая. И он это делал с завидной регулярностью. В итоге мы оставались без наших замечательных пакетов. В итоге вот наши решения поставили коробочку маленькую, она это все сохраняет. Про людей – это вообще тема больная в вебе. То есть сейчас найти специалиста… Давайте так, специалиста по всему вебу не найдете. Вам нужен специалист по вполне конкретному вебу. Поэтому, когда в вашем хозяйстве появляется слово очередное, то, скорее всего, чтобы делать это слово хорошо, вам нужен специалист по этому слову. Если у вас специалиста нет, то вы будете писать на PHP как на C, например, либо использовать какой-нибудь на JavaScript писать как на C. Это же зато читается офигенно. Хорошо написанный C-шный код, его прочитать поможет любой человек, который владеет английским языком. По-моему, это, наверное, один из последних языков, где это сохранилось. Попробуйте прочитать современный JavaScript. Без подготовки. Извините. Соответственно, баги продукта, все. То есть, если продукт вышел на рынок вот только-только-только, его можно использовать для своего какого-то домашнего проектика. Там на коленочке попробовали, потом пришли, всем рассказали, все обрадовали, схватили, побежали, внедрили и попали. Про костыли, техдолг и прочее. Еще два повода этого хайпа. Это я не к тому, что вообще не надо ничего трогать. Это я к тому, что если вы что-то решили потрогать, то в старой доброй поговорке русской, помните, что как только вы потрогали, у вас остается последствия. И с этим последствием вам придется жить. Так вот, про последствия костылей. Есть такая штука, технический долг. Все про него слышали. Это когда вы знаете, что у вас что-то не работает, но при этом вы это не чините. Ну, потому что либо это вам не сильно мешает, либо это вам мешает, но не очень. Ну, короче, это штука, которая есть. Кто-то его записывает, кто-то его не записывает. Есть у кого есть вот прям списочек задач, которые надо сделать потом. Во, это технический долг. Практически. Как с ним работать? На самом деле так и с ним работаем мы. Мы считаем, что один костыль это одна задача в технический долг. Поэтому если, например, мы в моменте, когда нам хреновый, к нам приходит какой-то бот, мы пихаем костыли в конфигурации инжинкса, там как придется, типа только бы он отвалил, мы потом заносим задачку, в которой написано, приходит вот такой гад, у него есть вот такие параметры, сделать так, чтобы вот он и аналогичные гады больше никогда к нам не приходили. Админ садится, пишет скрипт, который генерирует кусок конфига инжинкса, все счастливы. Долг – это полноправный участник процесса планирования. То есть если вы это все откладываете на потом, то это все никогда не будет реализовано. Потому что, по сути, это никогда. То есть если вы не сделали сейчас, то все, шансов практически нет. По приоритетам такая же ерунда. Кто-то считает, что задачи бизнесовые, текущие, это задачи более важные, чем технический долг. Фигня это все. Если у вас будет технический долг накапливаться, он будет копиться, копиться, копиться. Одна задача будет наслаиваться на вторую, потом на третью, потом окажется, что задача, которая породила новый костыль, уже не требует решения предыдущих четырех задач, потому что вы это все выгнете. В общем, у вас будет некая такая, не знаю, как это назвать, ящик Пандора, что ли. То есть коробка, в которой лежит что-то. И есть такая вещь, как дефолт. Все слышали про дефолт. То есть невозможность платить по долгам. Технический дефолт – это возможность платить по долгам, но невозможность платить по долгам. То есть, по сути, когда возможность это у вас заплатить есть, но вы не платите нифига. То же самое происходит с техдолгом. Вы можете им заняться, но вам не разрешает этим заняться бизнес. Вы можете забить на бизнес, но тогда бизнес забьет на вас и поменять придется работа. То есть это вещь. То есть в это состояние можно попасть очень быстро, выгребать из него будет очень долго. Для примера, например, у нас есть на некоторых командах в техдолге болтается 170 задач. Примерно. Это где-то команда месяц. Вот экспериментальным путем было доказано, что это потолок. И когда мы этого потолка достигаем, я иду к бизнесу и прошу их между проектами дать нам недельку или там полторы, чтобы мы потратили на то, чтобы вот эту вот авгию конюшню вычистить и выкинуть весь оттуда то, что мы там напрограммировали. Не всегда работает, но у нас работа, потому что объясняется обычно это просто. Если мы это не сделаем, то это все перестанет работать. Ну, дальше вы слушаете, какие вы молодцы, что кого я нанял, кому я плачу деньги, какого там много разных слов. Но, тем не менее, это единственный способ. Долг копится всегда. Я не видел ни разу ни одной компании, точнее, давайте так, я про одну читал, которая утверждает, что они умеют работать без дефектов. То есть у них появление дефекта это красная тряпка, которая говорит, все, бросили, пошли чинить дефект. Я, честно, не знаю, с какой скоростью они двигаются вперед. Я недоисследовал этот вопрос. Но, тем не менее, мне кажется, что это не очень хорошо работает. И в заключении, да, в заключении, важна стратегия. То есть стратегия, то есть почему стратегия? Люди, которые работают с вами, они все должны думать одинаково. То есть в ситуации, когда случается какой-то факап, все должны действовать примерно одинаково. Поэтому человечество придумало общение, чтобы можно было поговорить со своими коллегами. Я понимаю, что программисты не очень любят говорить со своими коллегами, но, тем не менее, неплохо бы собраться и хотя бы найти крайнего. То есть сказать, вот если случается какая-то беда, вот ты будешь, короче, исправлять это все. Скорее всего, так не произойдет. То есть, естественно, все будут справляться, ну, чьи-нибудь будут помогать все. Но я видел, как это происходит вживую. Обычно выглядит так. Половина команды говорит, ну, ё-моё. И типа думает, короче, что делать. Вторая половина команды говорит, не, ну, это все, короче, блин. Ну, а что, говорит, ну, мы 100 запросов в секунду, а теперь 500. Не, ну, все, ладно, короче. Потом находится кто-то один и говорит, не, ну, давайте, значит, там называют мальчиков девочками, девочек мальчиками, чтобы взбодрить немножко внутреннее эго и так далее. И говорит, давайте немножечко подумаем. Поэтому подумаем. Это важно. Вообще программистам свойственно думать, об этом нужно думать тоже. О том, что случится, чего, что делать. У нас есть некий план, такой короткий на 5 пунктов, чего делать, если случилась беда. Там выглядит примерно так. Идешь вот туда, смотришь, что тут, идешь сюда, смотришь, что здесь и так далее. Надо следить за системой. Если вы делаете проект, это не, не знаю, не сайт там, что там, ягра какой-нибудь, что там сейчас модно продавать, который поработает месяц и сдохнет, то неплохо бы иметь некое видение вообще, что происходит. То есть система, у которой вы работаете, считайте, что это ваша машина. Вы будете ездить на машине, у которой тормоза потенциально плохо работают? Наверное, нет. Ну, потому что, если один раз вы с размаху въехали в столб и поняли, что у вас тормоза нехорошо работают, если вы это повторите, то классно, конечно, это будет здорово, но по факту лучше бы, конечно, все-таки подкрутить там что-нибудь. А риски оценивать надо всегда. То есть, например, что такое оценивание рисков? У нас это выглядит примерно так. Сколько я потеряю денег, если я проваляюсь минуту? Ну, типа там, не знаю, 100 долларов, условно говоря. А насколько мне за это потом прилетит? Или там, насколько компания от этого будет плохо? Еще есть классная вещь, про которую стоит говорить отдельно, это репутационные риски. То есть каждый ваш факап, это не факап денежный, это факап репутационный. То есть, если вы молодая, начинающаяся социальная сеть Facebook 2, то лучше бы вам, конечно, не валяться, иначе шансов достичь Facebook 1 у вас не будет никаких. Это, кстати, показали ребята из китайского чатика, типа аналога WhatsApp, которые гордо вышли на рынок и им сказали, «А, ты кто, уходи отсюда?» И они своим миллиардом пользовались в Китае, так и остались. Ну, потому что что-то не предусмотрели, где-то что-то не подумали, не прикинули, и у них просто не было стратегии, что со всем этим делать. Пробовать на кошках, естественно. Сейчас очень дешевый хостинг виртуальный. Берете, делаете свою систему где-то в углу, на коленке, собираете, пихаете туда, что хотите. Любые технологии, любые зоопарки, все, пусть падает, пусть дохнет. Можете даже смеху ради туда отправить кусочек трафика своего. InJinks это умеет, да, помните про балансировку, можно туда отправить. Отправьте туда 10 человек и посмотрите, что произойдет реально с ней. Так делают ребята из Badoo. Опять же, это не реклама, это просто они про это рассказывали. Они используют, они свои сервисы анализируют на, по-моему, исландцах. Ну, типа взяли самых сейсмостойких чуваков, которым по большому счету плевать, что в этом мире происходит. Они сидят на своем острове, у них все хорошо, у них все классно. Они туда им грузят новые решения, потом смотрят, они такие, пойдемте по пивка еще попьем. Это реальная история, они про это рассказывали, тем не менее, всегда нужно следить за текущими версиями софта. То есть, всегда все меняется, всегда все изменяется, но есть нюанс. Если вы внезапно забыли что-то обновить, то, скорее всего, у вас есть шансы, что следующая версия, которая у вас попадет в репозиторий, на том конце, она будет несовместима с вашим решением. Это очень классный косяк, многие про который забыли, типа гид, там все такое, но все забывают, что гид все такое, это не ваша собственность. Это собственность того парня, который сделает решение. И грохнуть веточку для него, это, в принципе, его право и выданное ему, как говорится, конституцией интернетной. Его кот, что хочет с ним, то и делает. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас все было четко, чинно и благородно, следите за софтом, следите за обновлениями, следите за тем, что вообще в принципе происходит в интернете, потому что, если вы сайт, например, по обмену валют, то неплохо бы поглядывать, что сейчас этой валютой происходит. Потому что рано или поздно может случиться беда. Важные слова сказал очень умный дядька. Он сказал, что все, что я тут наговорил, по большому счету, все, что я тут наговорил. То есть реально, что делать, это принимать решение вам. И вот так вот, я даже что-то переборщил чутка. Вопросы, пожалуйста. Спасибо. Я здесь. Роман, спасибо за доклад. Раз, раз, слышно. Такой вопрос. Вот, в общем-то, про технический долг практически все знают, кто-то как-то слышал, и все, в общем-то, интегривно понимают, что с ним надо бороться. А как вот вообще быть с технологическим долгом? То есть это вот тоже, если вернуться к аналогии из Баду, которые там как-то рассказывали, что вот мы такие героические ребята переезжали с ПХП-4 на ПХП-5 и потратили на это херову гору времени, и, в общем-то, мы теперь страшные герои. Да, записывают. Хорошо. И вопрос, собственно, в чем? То есть вот это вот тот технологический долг, который можно было бы там как-то тоже закрывать, и, в общем-то, наверное, было бы не таким героическим усилием. Вот как вообще вот к такой ситуации правильнее относиться и вообще вот на все вот эти вот технологии смотреть не просто в разрезе, что это модно, молодежно, но и, возможно, что это действительно полезно? Ну, давай так. Как правильно, не знаю. Я расскажу, как мы и что у нас из этого вышло. Мы переходили с 5.3 на 5.6 ПХП. Переходили примерно следующим образом. Попилили слона на куски и начали адаптировать его кусками. То есть мы начали выпиливать все вот эти вот деприкейтед методы, менять их на костыли. То есть, ну, грубо говоря, ты не можешь там, когда у тебя есть там битрикс, да, это все-таки там плюс-минус монолит, и ты не можешь, либо ты меняешь сразу все, либо ты меняешь, соответственно, кусками. Мы какие-то куски системы просто морозили и меняли их. Ну, то есть говорили, что вот в эту систему мы изменения не вносим до тех пор, пока она не заработает на новой платформе. Какие-то вещи мы меняли кусками, ну, потому что сервисы у нас есть, сервисы мы переводили на раз-два, то есть сервис взяли, сервис перевели. Все-таки там не такие изменения. С семеркой мы поступили в следующем образом. Мы подождали, пока ободушники это закончат. Посмотрели, что в продакшене работает решение, которое реально использует эту технологию, то есть в принципе поговорил с ними же, да, сказал, ребят, что как. Они говорят, работает, все хорошо, стабильно, там, у них нагрузки, конечно, там, в сотни раз выше наша. То есть сейчас у нас есть план, что мы до, там, не знаю, до конца года точно, реально, я думаю, раньше, мы перейдем на семерку. Провели исследование, то есть взял специально обученный человек, сел, проковырял весь код. Ну, на самом деле он не проковырял, он просто взял семерку, накатил, запустил, дыдыщ там. – Пробед работает. – Да, не работает. Ну, собственно говоря, что и требовалось доказать. Дальше он нашел, почему не работает, ну, потому что все-таки видно, там, все эти БХП, эти ярлоги, там, мы все-все-все нашли. У нас есть списочек задач. Все, дальше мы, сейчас у нас будет, там, сейчас напряженка, когда напряженка закончится, мы спланируем, на всех поделим. У нас на техдолг выделяется до 15, а иногда до 30% времени личного состава просто вот на исправление, на работу с саппортом, на работу с баглом и на исправление, ну, на вот такие вот задачи. То есть это утвержденная с бизнесом схема, что мы треть своего времени морально можем потребовать для того, чтобы эта система, в принципе, приносила деньги. Вот. Спланируем, учтем, и дальше будем как? Кусочек перевел, запустил, посмотрел, да, потому что у тебя, как это, четность ошибки работает, да, когда следующая ошибка вышибает предыдущую. Поэтому, когда ты поправишь первые 20 ошибок, у тебя вылезет еще 120 ошибок. Но пока ты первые 20 не поправил, ты не поправишь. То есть он будет экспериментом, так и все будет работать. Дальше, если, например, систематически, ну, находится какая-то система исправления, то делим на командочки, кто за какой раздел отвечает кода. Туда уезжают задачки. Мы так сейчас делали переход с 2.8 симфонии на 3. То есть мы сейчас подготовили код к тому, что переход с 2.8 на 3 будет путем обновления симфонии без какого-то вмешательства в код. Поставили задачи, выпилили все деприкейтед методы, заменили их там на что придется, где-то даже там подтянули сторонние какие-то библиотеи. И когда приедет трешка, мы это все размотаем, потому что у нас все ходы записаны. Вот как-то так. Но это геморрой, естественно. Это процесс очень серьезный. Они ковырялись год. И мы ковырялись, но в общей сложности, я думаю, тоже проковыряемся столько же. Ну, если одного человека вытянули в год. Вот как-то так. Алгоритма универсального, естественно, нет. Окей, спасибо. Пожалуйста. Да, Роман, спасибо за подсказки, за поиск направлений, куда можно пойти. И еще раз, может быть, поуточните по поводу того, что там вначале говорили, память, диски, процессор, и трафик тоже. А какой трафик вы, скажем так, мониторите? Входящие, исходящие, объемы, полоса какая-то? Весь. Мы мониторим весь трафик. Как-то вы его коррелируете с утилизацией CPU? Мем, как-то вот такие корреляции используете? Это может быть полезно? И если да, то в чем? Ну, смотрите, насчет CPU не скажу сразу. Мы его коррелируем с содержимым, скажем так. То есть у нас есть мониторинг канала. Мы канал смотрим как входящий, так и исходящий. Мы смотрим внутренние каналы все. То есть у меня стойка, в стойке есть внутренние каналы между серваками. Мы их тоже мониторим. Корреляции не ищем, но ищем корреляции по объему трафика, с содержимым трафика. Если, например, это просто какая-то непонятная фигня, на входящем, например, особенно, очень четко видно. Если у вас резко подскочил входящий трафик, скорее всего, у вас кто-то досит. Если нет, то нет. А по исходящему смотрим, что отдается. Потому что бывает так, что какой-нибудь там бешеный китайский бот начинает выгребать всю вашу статику. Я не знаю, зачем она им нужна, но тем не менее. Он это делает там в 20 тысяч потоков. Зачем-то. Поэтому коррелировать можно с чем угодно. На самом деле, если у вас подскочит трафик, то, скорее всего, вы это заметите по всем другим показателям. И по диску, и по CPU, и по памяти, и по обращению в ММКш какой-нибудь. То есть мы реально вводим столбик. Выводите и смотрите. Вот что угодно. Можете сделать две дашборды на одном физические параметры, на другом то же самое плюс сеть. Или, например, сеть плюс запросы в Postgres. Ну, в общем, что угодно. Современные средства это все там класс-класс, мышка и все. Это не проблема. Ищите любые закономерности. Лучше вы проверите и убедитесь в том, что то, что вы нашли, это фигня. Чем, ну, то есть вот как-то так. И вот то, что стратегию упоминали, там, не знаю, насколько стратегически или не стратегически, там, большие, там, не знаю, те же там в Facebook, Google, они там как-то все-таки что-то играются с В-6 протоколом, там, в отличие от В-4. То есть как-то это касается, то есть вас и что-то про это думали, или это, в принципе, не важно, и на это можно не обращаясь от внимания. я на них, с этой точки зрения, точно не смотрю, у нас очень маленькая инфраструктура, вот, мы не паримся. То есть поддержка есть всего этого безобразия, на случай, если провайдер в какой-то момент перестанет это поддерживать. То есть, когда появляется что-то новое, мы к этому готовимся. То есть, например, вышел HTTP 2.0, то объявили, что спиди это теперь не спиди, а есть HTTP 2.0. Мы все джинсы пересобрали, свеженькие, они у нас все стали из HTTP 2.0, потому что мы не включаем. То есть оно есть, если вдруг что-то случится, я нажму педальку, и у меня все это раскатится, у меня везде будет HTTP 2.0. Но я не включаю, потому что мне это не нужно. Но это случай, когда есть возможность этим управлять. А когда нет возможности этим управлять, то лучше соломку подстелить. Если вы про нее знаете уже, то лучше сразу подстелить. Вот как-то так. Ладно, спасибо.